Приветствую вас, братья и сестры. Человеку нужно всю жизнь учиться. Он вечный ученик. Эта мысль есть у многих святых. Святой Николай Сербский с восторгом повторяет Гоголя, пишущего о том, что христианин идет вперед. Вот христианин вечно учится и никогда не считает себя достигшим. Это, в общем-то, мысль апостола Павла. Но она может кочевать из одной души благочестивя в другую. И нам нужно всю жизнь учиться. Учиться не только из книг, но и друг у друга. Прекрасный образ учащего человека — это Сократ. Это человек, который мало читает, но если читает, то, по крайней мере, не с утра до ночи. Это человек, который прислушивается к разговору на торжищах, вступает в беседы, ведет диалоги, погрузившись в мысли, долго стоит, не двигаясь, где-нибудь посреди улицы. Это человек, который достигает всего умом, потому что, действительно, то, что ты выучил, это не то, что ты запомнил из книги, в общем-то, а то, до чего дошел твой трудящийся ум. Это твердое знание, схваченное, крепко усвоенное, и его у тебя трудно забрать. И вот, таким образом, учась, мы можем вести благочестивые беседы с мудрым человеком, которых не так уж много вокруг нас, по крайней мере, сказано древними, что будет такое время, когда люди найдут друг друга и разойтись не смогут. Будут говорить, 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 и не могут расстаться, потому что больше говорить не с кем. Таково свойство такой духовной дружбы и глубокой беседы, возникающей между интересными людьми. Рассказывал мне один человек недавно о своей беседе с другим интересным человеком, и разговор у них был на предмет того, кто правит миром. Они излагали, с одной стороны, банальности, с другой стороны, святые вещи, открытые Писанием, а с третьей стороны, каждый из них пытался сказать, что он думает по этому поводу. Вот зададим вопрос, кто правит миром? И, повторяю, на все вопросы есть несколько ответов, совершенно лежащих на поверхности. Верующий скажет, что Бог правит миром, и не ошибется. Правильно ли он ведет себя в отношении к этой мысли? То есть, действительно ли эта мысль проведена у него во все жизненные поступки? То есть, знает ли он, что Бог зрит на него всякую секунду? Это еще вопрос. Но так, с точки зрения догматики, быстро сказать на быстрый вопрос, миром правит Бог, не только кроме Бога. Это правильный ответ. Есть на этот счет несколько таких банальных ответов. К примеру, один из них – это «миром правят деньги». Этот ответ все чаще и чаще звучит на устах, и люди считают, что имеющий много денег может властвовать миром. Хотя это, конечно, не так, потому что невозможно купить ум, можно купить всего лишь книги, невозможно купить здоровье, можно купить всего лишь таблетки или процедуры, или какие-нибудь манипуляции медицинские. Невозможно купить любовь, можно купить только тело человеческое, оно тоже продается, и души продаются, но любви не купишь. И самые важные вещи, собственно, оказываются непокупаемыми. Это пошлая мысль. Деньги не правят миром. Деньги помогают во многих процессах или мешают во многих процессах. Помогут играть очень сильную роль в жизни государств, народов и отдельного человека. Но окончательной власти им приписать нельзя. Наступают времена, когда они становятся бумагой. Бывают времена, когда и само золото становится навозом. Когда гораздо ценнее кусок хлеба или бутылка керосина. Или коробка спичек, скажем там, или банка с украшеного молока. Тогда и металл никому не нужен. Святой Исаак Сирин говорит, что когда я думаю о страшном суде, то во мне замирает мысль. И он много рассуждая об этом, говорит, что вот тогда-то как раз омерзеет красота женская. И смешной станет всякая роскошь. То есть не все, конечно же, делают в мире деньги. Есть масса вещей им недоступных. Есть над всем предмет еще несколько банальностей. Например, миром правят там тайные общества. Скажем, масоны. Там какие-нибудь, там или еще что-нибудь такое. Об этом часто рассуждают и православные христиане. Они так погружены в эту тему, что им везде мерещится тайная рука заговора. И по слову отца Александра Шмемана, настолько погруженные в изучение дел бесовских в мире, они, может быть, даже иногда верят больше в дьявола, чем в Бога. То есть дьявол занимает в их сознании гораздо больше места, чем сам Господь Бог. И вот можно перечислять эти разные состояния, эти разные такие верования наши, кто же правит миром. Вот интересно, эти два человека, беседующие между собой это все обсуждают, и один высказывает свое мнение. Оно достойно внимания. Он говорит, «Я считаю, что миром правит каждый человек». Заметьте, брат и сестры, миром правит каждый человек. Это очень глубокая мысль, абсолютно библейская, и я бы сказал, абсолютно святоотеческая, до конца истинная, собственно. С этим трудно спорить. Хотя она и не очевидна. То, что деньги властвуют, это очевидно, но это ложь. То, что масоны сильны и сверхсильны, это, как бы, может казаться кому-то очевидным, но это, в конце концов, тоже ложь. А вот то, что каждый правит миром, это абсолютная истина, но она менее очевидна. Сей человек объясняет свое мировоззрение так, что человек постоянно действует на окружающий мир. Человек дана огромной энергии, на самом деле, огромные силы творческие. Ведь, будучи таким комаром, он ведь и в космос залетел, на дно океана опустился и раскрыл тайны химического состава многих веществ и научился творить новое. И вообще творит вообще неизвестно что этот маленький комар по имени человек. У него очень много силы, он богоподобен. И он постоянно окрашивает мир своим эмоциональным состоянием, своей греховностью или праведностью, распространяет ее вовне. И действует в мире постоянно человек, хотя бы даже и через слово. То есть однажды сказанное слово уже никуда не исчезает, не растворяется в воздухе, оно уже остается в нем, как выпущенная энергия и действует в мире, как шар на бильярдном столе, бьющийся об борты, не могущий остановиться. То есть все, что мы делаем, продолжает жить. Кстати, тот же Сократ, о котором мы говорили вначале, говорил, что было бы хорошо для грешных знать, что они умрут и исчезнут. А нет, на самом деле. В том-то и страх, что умерев ты никуда не исчезаешь, что дела твои продолжают жить, и ты, очевидно, понесешь за них воздаяние. Так вот, каждый из нас в ответе за грядущий мир, за настоящий мир, за прошедшее вряд ли, но за настоящее и будущее стопроцентно мы отвечаем. Каждый человек имеет огромный потенциал внутренний для того, чтобы изменить мир к лучшему. Бог взвешивает нашу грязь и нашу чистоту. И мы бросаем на эти тонкие весы свои маленькие копейки. Крылышко у мухи имеет вес, а у Бога весы точные. И каждый из нас постоянно занимается тем, что бросает на эти точнейшие Божьи весы мелочь эту, копеечную мелочь. Однако весы колеблются ощутимо от падения этой мелочи, ибо весы чрезвычайно точные. И вот перевешивание зла и добра на весах Божьих зависит от каждого человека. Каждое слово здесь может быть нужным, каждая мысль, незаметно никому, только Богу известное, может совершать свое какое-то действие, творческое или антитворческое. Каждое дело может быть очень важным. В конце концов, и одного Адама создал Господь. Одного человека для того, чтобы каждый из нас, ощущая себя Адамом, нося в себе естество Адама, мы тождественно равны Адаму. Мы такие же. Чтобы каждый человек лицом к лицу стоял перед Богом, выслушивая от него повеления и запреты. То есть он Адаму дал землю, чтобы Адам владел ею. И это полностью касается нас. То есть мы вслед за Адамом владеем землей, и она под нашими ногами и в нашем распоряжении. От нас зависит ее жизнь. Нам он повелел делать одно и не делать другого, и мы обязаны к этому прислушиваться, потому что от исполнения или неисполнения этих вещей зависит и наша вечная участь, и будущее бытия мира. Посему, дорогие братья и сестры, будем знать, что, безусловно, миром правит Бог. Настолько тонко, что и власты на главе нашей посчитаны. И ни одна птица мало не падает на землю без воли Отца Небесного. Миром не правят деньги, к счастью, и не правят им тайной организации, к счастью. И дьявол не имеет той власти, которую хотел бы себе приписать. Миром правит абсолютно Бог, но Бог многое отдал нам, и в этом смысле миром правит каждый человек. Это очень правильное библейское святотеческое понимание. Оно рождает нас ответственность за свои дела и глубокое чувство того, что от наших маленьких дел зависит судьба большого корабля. Как говорила одна блаженная женщина, мы не умеем делать больших дел, но мы можем делать маленькие дела с большой любовью. Собственно, это то, что от нас требуется, это то, от чего зависит жизнь нашей Вселенной. Будем учиться друг у друга хорошим мыслям, и будем постепенно приобретать здравый разум, без которого Богу угодить невозможно. Доброй ночи, ангелы-хранители, до скорой встречи.